Привет, друзья! Вы любите лимонад тархун? Мы его очень любим. Этот напиток был придуман в 1887 году тифлийским аптекарем Митрофаном Лагидзе. Он первый смешал газированную воду, сладкую газированную воду с экстрактом экстрагона. И получился вот этот замечательный напиток. Уже в 1927 году в Грузии был построен первый завод по производству этого напитка. Сейчас я вам расскажу, почему же я решил вам дать рецепт этого напитка, так как делаем мы его, так как делают его в ресторанах. Вы знаете, мы были совершенно недавно в грузинском ресторане. Была замечательная еда, нам очень все понравилось. Ну, как всегда, грузинская национальная кухня. И в меню был, конечно же, напиток тархун. Мы его заказали и принесли этот жуткий ужас. Непонятно зеленого ядовитого цвета, как будто бы разбавленная зеленка, невозможно сладкий, на вкус карамели. Я взял и почитал, что же там написано, из чего он состоит. Оказывается, красители Е120, Е133, ни одного слова не было написано о том, что там находится натуральный экстракт, экстракт. Я позвал официанта и сказал, ребята, вы же можете сделать самостоятельно. У нас грузинский ресторан, вы самостоятельно готовите хинкали, шашлыки, но сделать такой напиток, это же просто буквально несколько минут. Он говорит, да вы что, мы не знаем, как это делается. Мы покупаем в Германии. В Германии они покупают, ужас какой. Ребята, сейчас я вам покажу, как сделать настоящий, вкуснейший лимонад. Итак, я вам покажу несколько разновидностей. Первая разновидность, как делают наверняка грузинские женщины, настоящие мамы и настоящие горцы, которые используют ступку, свежий эстрагон, лимоны, апельсины. Все натуральное, все полезное, а не этот ужас. Сделать его очень просто. Ну что, давайте начнем. Нам нужен эстрагон. Итак, у нас здесь с вами два пакетика. В каждом пакетике 30 грамм. Обязательно помойте фрукты и эстрагон. Обязательно. Все должно быть чистое. Нам нужно отделить мягкие листочки, стебли убирайте, они мне понадобятся. Вы знаете, я изучил этот вопрос и посмотрел, что же предлагают мои братья-ютуберы на сегодняшний день. И, честно говоря, такой рецепт, как сегодня я вам покажу, я не нашел подобный. В основном все делают какие-то сиропы, что-то варят и тому подобное. Вы знаете, я вам не рекомендую варить эстрагон. Дело в том, что это все-таки натуральный продукт. Вы просто-напросто убьете все витамины, минералы, которые в нем находятся. И вообще лучше всего сделать так, как делают на Кубе. Вы знаете напиток мохито? Напиток готовится с использованием белого рома, сахара, лайма и свежих листов мяты, лимона. Все это делало. Растирается, добавляется лед и получается прекрасный вкусный прохладительный напиток. Зачем варить сироп? Вы же не собираетесь бутылировать и продавать это где-то в магазине. Вы собираетесь сделать свежий лимонад, который вы сразу же выпьете со своими гостями или со своими детьми. Поэтому нет необходимости варить что-то. Мы все с вами сделаем свежее, не используя вообще термической обработкой. Берем ступку. Если вы пользуетесь регулярно ступкой, обязательно ее помойте так, чтобы запах специй, которые вы использовали раньше, не испортили наш аромат и вкус. Я очень хорошо ступку помою, потому что я ее регулярно использую. Итак, вот у меня 30 грамм листьев свежего эстрагона. Я добавляю сюда 3 столовых ложки сахара. Как бы это стандарт. Вы можете потом впоследствии, когда сделаете уже лимонад, попробовать. Любите вы послаще или нет. Но мы любим такой, чтобы он был, скажем, оптимальный. Не слишком сладкий, но в то же время был какой-то флайбор, был какой-то вкус. Все это с вами растираем. Вы знаете, листья эстрагона очень полезны. В них огромное количество витаминов, минералов. Они успокаивают нервную систему. Они очень хорошо работают с нашим кишечно-желудочным трактом. Восстанавливают утерянный аппетит, особенно при заболеваниях каких-либо серьезных после операций. Эта трава, она очень универсальна. Она любима практически по всему миру. Я остановился и хотел бы вам буквально несколько слов сказать о этой замечательной специи. Во Франции делают на его основе замечательный соус бернаис. Мы будем его делать для рыбы. Эту специю используют в пекарне, с супами, горячими блюдами, холодными. Мясо, рыба практически везде. Очень и очень вкусная специя. Поэтому, если вы ее раньше не использовали, пожалуйста, используйте. То, что вы пробовали в тархудне в бутылках, это, конечно, настоящий ужас. Это просто химическая бурда с краской и, скажем так, духами. Вы же знаете, как делают, например, в Макдональдсе вкус мяса. Это духи делаются на химическом заводе. То же самое делается для бутылированного тархуна. Сделайте самостоятельно. Это очень просто. Буквально 3-5 минут. И все. Действие сахара, оно приблизительно такое же, как и у соли. Видите? Смотрите, что у нас получается. То есть сахар полностью вытащил всю жидкость из травы. Возьмите стеклянную чашку и мы туда с вами переложим нашу массу. Используйте газированную воду хорошего качества, минеральную, вкусную. Не покупайте дешевую. Если вы используете такие замечательные продукты, и вода у вас должна быть вкусно, не из-под крана. Немножко помоем, так, чтобы вся эта, скажем так, красота не оставалась. Сок лимона на 30 грамм эстрагона. Я использовал 3 полных столовых ложки сахара. Будет целый лимон. Я лимон помыл. Я бросаю его сюда. Добавьте воды. Этот лимонад делается очень быстро, поэтому не делайте много. Сделали, допустим, вот определите, сколько у вас гостей за столом. Ну, допустим, в среднем 4 человека. Сразу делайте графинчик, ну, где-то вот приблизительно на такой, на литра полтора, на два. И каждый раз лучше делайте свежий. Сок лайма. Пробуем. Изумительно. Возьмите такое ситечко. Если у вас нет ситечко, используйте, допустим, марлю. И сливаем. Вот так вот. Все это можете возвращать обратно. Смело наливать сюда еще, например, где-то пол литра воды. Пока вы выпьете эту порцию, эта порция еще настоится. Добавьте сюда еще немножко сахара, если вы считаете нужно добавить сахара. И, возможно, добавьте еще сока лимона или лайм. Вот смотрите. Вот такой у него должен быть цвет. И никакой другой. Это то, что у нас осталось. И я долил еще воду. Доливаем графинчик. Ну вот, готов. Давайте сервировать. Лед. Это сахар. Ну вот, друзья, посмотрите. Вот это вот настоящий тархун. Вот это я вам скажу вкус. Кстати, на основе этого замечательного лимонада вы можете сделать мохито. Вы знаете, что такое мохито? Это кубинский напиток. Я уже в начале нашего видео рассказывал, каким образом он делается. Он делается приблизительно так, что только вместо листьев эстрагона используются листья свежей мяты. Вот вы делаете свой напиток на основе эстрагона, добавляете сюда белый ром и у вас получится типа мохито. Легкий, освежающий напиток в жаркий день, да даже в зимний вечер, когда у вас хорошая компания, теплые отношения. Вот такой легкий напиток для дам или для людей, которые не любят крепкие напитки, но в то же время хотели бы тонизировать и, скажем так, делать свой вечер более ярким, этот напиток с добавлением рома будет прекрасный. Для детей это идеально. Давайте сделаем еще одну вариацию, скажем так, эксперимент на тему лимонада тархун. Я сейчас вам сделаю, скажем так, основу для того, чтобы вы могли впоследствии этот лимонад использовать, например, как сангрию. Сейчас мы с вами сделаем нашу пасту, на основе листьев тархуны. Я уже его почистил. Вот. Ложим наш блендер. Я ложу 3 столовых ложки сахара. Этого достаточно. Я думаю, что когда вы сидите и кушаете вкусную еду, слишком сладкий напиток, он просто все испортит. Я добавлю немножко минеральной воды для того, чтобы сделать хороший, равномерный концентрат, хорошую пасту. Ну вот, посмотрите, какая красота. Прежде чем продолжить работу с нашим лимонадом, давайте приготовим имбирь. Мы должны его положить в тот графин, из которого вы будете сервировать будущий свой лимонад. Нам нужно время, чтобы он настоялся именно для этого. Нарезаем мы такими тонкими полосочками. Вот я из этого графина планирую сервировать. Ложу имбирь. И набираю немножко газированной воды. Пока мы будем готовить лимонад, наш имбирь уже отдаст все свои соки газированной воде. У нас здесь 30 грамм эстрагона, 3 столовых ложки сахара. Идем по старой схеме. Сок одного лайма, сок половины лимона, сок целого апельсина. Не забудьте мыть фрукты. Ни в коем случае не делайте свой лимонад с грязными фруктами. Половинку сока грейпфрукта. О, какая красота. Вас не должно пугать, что он горький. Дело в том, что он добавит сюда как раз таки благородную горечь. Это будет очень интересно и очень вкусно. Сочетание сока апельсина и сока грейпфрукта получается просто настоящая бомба. Я еще раз повторюсь, мы жили в Испании, и вот эти все сочетания, скажем так, мы впитали. Мы видели, как испанцы делают свои напитки. Они, конечно, мастера во всем этом деле. И вот поэтому родился такой вот рецепт Тархуна, а-ля испанский. Так вот, нещадно выбирайте все соки. И вот сюда бросать не нужно, потому что, как вы знаете, он очень горький. Он нам может все испортить. Сока вполне достаточно. Ммм, какой аромат. Добавляем воду. Наш напиток готов. Замечательный лимонад. Я ему дал постоять буквально пару-тройку минут. Сейчас попробую. Просто изумительно. Невероятный вкус. Процеживаем. Наша водичка с имбирем. Выливаем. Вот то, что у нас здесь с вами осталось, вы можете сюда налить еще, например, грамм 250-300 водички. Благодаря соку, в общем-то, эстрагону, нашему экстракту, получился очень вкусный лимонад. Даже второй раз залив его, он все еще полный вкуса. Вот вы можете взять немножко вот этой зелени и сюда бросить. Это будет очень красиво. Ну и опять же, я повторюсь, вот этот лимонад, он невероятно полезен. Наш лимонадик готов. Можно подавать к столу. Берете бокал, слегка макаете в воду или же это может быть алкогольный напиток какой-либо. Сахар. Получается так симпатично. Лед. Ну, конечно, желательно, чтобы ваша вода, минеральная, которую вы используете для этого напитка, она была тоже охлажденная. Посмотрите, какая красотища. Как я уже говорил, вы можете использовать его просто как безалкогольный напиток для ваших детишек или же для себя. Но если вы добавите сюда, например, белого вина, крепленного, хорошего белого вина, например, шардоне 13,5 градусов алкоголя, у вас получится замечательная сангрия, так как в Испании жаркий летний день превосходно. Ну, попробуем. Да, ребята, что бы я вам ни говорил, вы не почувствуете, насколько это вкусный, приятный, освежающий, полезный напиток. Сделайте его, попробуйте, не пожалеете. Ну, друзья, на сегодня все. Наше видео было в этот раз достаточно коротким, но я надеюсь, что-то было вам интересно и полезно. Увидимся в следующий раз. Пока.